Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Им предстоит строить будущее России. Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Солнечный круг. В Самаре прошел пасхальный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник окончания полевых работ. Самарские чуваши отметили Акатуй. Работы на Климовском мосту через Волгу вышли на финальный этап. Как сообщил губернатору Дмитрию Азарову, управляющий проектом Дмитрий Кондаков, рабочие перешли к конечной фазе строительства. Ведутся активные работы по установке освещения. 80% мачт уже стоят на пролетных строениях. Полностью осветить Волжский мост планируют в ближайшие недели. Сегодня на объекте проводится выездное совещание с участием всех подрядчиков и надзорных органов, чтобы оценить текущие работы и определиться с планами на ближайшее время. Единое образовательное и воспитательное пространство для подрастающего поколения. Самарское отделение «Движение первых» насчитывает более 37 тысяч участников. В Самаре прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Его провела глава города Елена Лапушкина. Подробнее расскажет Галина Топилина. 274 первичных и одно местное отделение «Движение первых» открыты в Самаре на сегодняшний день. В будущем местные отделения будут работать в каждом районе. Об этом рассказали на заседании Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», которое прошло в Самаре под председательством главы города Елены Лапушкиной. Отделения движения базируются в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики. Ученица 11 класса 124-й Самарской школы участие в движении первых помогло определиться с выбором профессии. В начальной школе ты только себя начинаешь раскрывать, а сейчас как раз-таки многие направления движения первых и активности, которые проходят, в них как раз-таки вовлекаются и ребята как дошкольного возраста, так и начальных классов, и они уже зарабатывают важные компетенции, которые им помогут адаптироваться как и в средних классах, то есть помочь с учебой и уже воспитывать их патриотическое отношение к родине. Сегодня возрастные рамки членства в движении первых расширяются. Отделения открываются при вузах и СУЗах. Есть опыт открытия отделения в детском саду. По мнению активистов, раннее знакомство с движением первых позволит быстрее социализироваться и плавно пройти все ступени обучения вплоть до выхода на работу. Здесь приучают к труду, воспитывают ответственность, гражданскую позицию, формируют полезные навыки и компетенции. Это будущее с оглядкой на прошлое, рассказывает председатель Совета местного отделения движения первых Сергей Пушняк. Мы взяли лучшие практики, которые были, и не скрываем этого, что мы очень похожи с пионерами, которые были раньше. Мы добавили в современное движение новые подходы, новые педагогические какие-то истории и добавили их в работу. Глава города Елена Лапушкина отметила роль движения первых в разностороннем развитии личности. Это вклад в будущее страны. Особое внимание глава обратила на важность патриотического воспитания подрастающего поколения. В очень непростое время мы с вами живем, и сейчас очень важно объединяться, объединяться общими идеями, объединяться общими движениями. И, конечно, президент об этом неоднократно говорил. Наша любовь к родине, наш патриотизм является той объединяющей идеей. Поэтому в рамках своей работы очень прошу это не забывать и делать все-таки это в таким приоритетном направлении. По словам председателя Совета регионального отделения движения первых, благодаря конструктивному диалогу городских властей с активной молодежью, Самарское движение отметили на федеральном уровне. Безусловно, благодаря такой поддержке у нас местное отделение Самары является одним из самых активных передовых на федеральном уровне. И, безусловно, это заслуга всех, кто здесь присутствует. На заседании Координационного совета прозвучали и предложения по совершенствованию работы Самарского отделения движения первых. Одно из них – больше помогать тем, кто в силу внутренних или внешних факторов не способен вести активный образ жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, отношения в семье или просто застенчивость. Абсолютно точно их надо вовлекать, завлекать. И я бы очень хотела, чтобы в дальнейшем при наших встречах мы особое внимание этим детям уделяли, потому что, еще раз скажу, что работать с активными просто, а работать с детьми, которые требуют особого внимания, на это, конечно, надо обратить внимание. Для развития движения первых в Самарском регионе уже на этой неделе открывают свою работу профильные смены в детском центре «Лесная сказка» для участников от 10 до 17 лет. Более 1200 детей оздоровятся и при этом познакомятся с флагманскими проектами. Также в Самарском отделении движения анонсировали профильную смену на Всероссийском форуме «Иволга», которая пройдет в июле. Галина Топилина, Константин Головин, события. Самара вошла в число победителей первой транспортной олимпиады. В ней приняли участие дети от 12 до 15 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска и Екатеринбурга. Всего в финал вышли 220 человек. С каким проектом выступили самарские участники, расскажем в сюжете. Утренняя пробежка с живописными видами. Самарская набережная – одно из любимых мест у жителей для занятий спортом. Шестиклассницы из Самары Ирина Казакова и Алиса Валагина нашли необычный способ связать воедино набережную, спорт и самарский метрополитен. Свой проект школьницы презентовали на Всероссийской транспортной олимпиаде в Москве. Если ты спортсмен, то метро всегда будет тебя ждать, чтобы ты приезжал заниматься на набережную, а также участвовал в различных забегах, приезжая при этом на метро, на набережную. На региональном этапе олимпиады школьницы презентовали проект улучшения сервиса самарского метрополитена вместе. В финале зачет индивидуальный. Ирина применила творческий подход, а Алиса воспользовалась магией таблиц и чисел. Мне просто легче работать на чем-то основанном, чем просто придумать что-то из головы. Я предпочитаю обоснованную информацию. Я выбрала роль исследователя, я находила проблему и придумала, как можно ее решить. В финале за победу боролись более 200 участников. Самарские школьницы вошли в число 25 победителей, чьи проекты, по мнению конкурсной комиссии, оказались наиболее нестандартными и перспективными. В Самарском департаменте транспорта проектом тоже заинтересовались. Он специфический какой, дать спортсменам возможность бесплатного проезда, да именно в дни проведения мероприятий, да именно на метро, но чтобы там условно могли с безымянки приехать на набережную и в каком-нибудь забеге принять участие. Вот надо подумать, как это все теперь внедрить и реализовать. За интересный подход школьниц поощрили в департаменте транспорта. Им вручили электронные транспортные карты на 55 поездок. Главным призом станет поездка в Артек на транспортную смену и сертификат на целевое обучение по транспортной тематике в вузах Москвы. Галина Топилина, Григорий Плешаков, события. Состояние смотровых колодцев и локаций, где они расположены – одна из основных тем сегодняшнего совещания, прошедшего в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Ресурсоснабжающие организации, предприятия и компании в рамках основной текущей работы, связанной с обслуживанием сетей и ликвидацией последствий аварийных ситуаций, должны в плановом порядке заниматься и устранением просадок колодцев, поднимать их на нужные высотные отметки. Своевременность этих работ особенно важна на автодорогах, чтобы не создавались предпосылки ДТП. Восстановительное благоустройство после проведения работ на колодцах тоже обязательно. На совещании обсудили проблемные адреса. В ходе объездов МПГ типа благоустройства и МБУ дорожное хозяйство продолжают фиксировать недоработки и вести мониторинг. Отдельно с этим очень плотно в последнее время занимаемся. И как вы видели на сегодняшнем оперативном совещании, вплоть прямо до адресов, у нас наша ГАТИ, отдельно проверяя город, заостряется и, соответственно, контролирует, что эта ситуация ликвидируется. После разрешения на вскрытие, которое осуществляет и подписывает департамент, после этого это разрешение закрывается. Соответственно, в рамках разрешения описывает ситуацию по благоустройству, которая была до вскрытия, и она должна реализоваться полностью в ситуации один к одному и после вскрытия. То есть благоустройство должно быть проведено. Несмотря на то, что гарантия на благоустройство таких локаций два года, в течение гарантийного срока после плановых, а также аварийных вскрытий обнаруживаются просадки дорожного полотна. Поэтому профильный департамент стимулирует сетевиков выполнять все необходимые работы качественно, своевременно и в полном объеме. На улице Ново-Вокзальной идут работы по благоустройству территории в рамках программы «Комфортная городская среда». Преображается двор в границах домов 136 и 144. Какой объем работ сделали и что появится во дворе, расскажем далее. Жители домов 136 и 144 по улице Ново-Вокзальной в ожидании нового благоустроенного двора. Сейчас здесь идут работы по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик обустраивает тротуары, дорожки и основания под детские и спортивные площадки. На 90% выполнен монтаж бортового камня, на 60% выполнено устройство основания и где-то процентов на 40% выполнено устройство плиточного покрытия. Затем установят малые архитектурные формы, урны и скамейки для отдыха. По словам местных жителей, в домах проживает много семей с детьми. Поэтому в проект включили как игровой комплекс для малышей, так и футбольное поле, площадку для воркаута, чтобы могли заниматься спортом ребята постарше. Мы сюда не выходили даже во двор, у нас очень была слабо развита площадка детская, мы ходили в соседние дворы, сейчас мы будем здесь, для нас это было основным из моментов. Второй момент, мы сейчас как раз стоим на месте, где будет футбольное поле, я считаю, что это очень правильно, что его заложили в проект. У нас очень много детей, очень много пацанов, которые, я думаю, здесь будут играть. Также мы зимой уже с жителем договорились, что будем заливать здесь каток, поэтому проект нас очень порадовал. Всего в промышленном районе в этом году благоустроят 6 дворов по нацпроекту, 8 дворов по программе содействия и 6 дворов по программе народное инициативное бюджетирование. На сегодняшний день у нас идет полным ходом ремонт внутриквартальных дорог, которые выполнены уже на 15 адресах. Также планируется в этом сезоне еще 30 дворовых территорий отремонтировать внутриквартальные дороги. Все работы проходят под чутким контролем жителей, надо сказать им за это огромное спасибо. Работы идут по графику, их планируют завершить до конца лета. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Сегодня все чаще потребители предпочитают покупать товары в интернете. Там большой выбор, можно спокойно изучать характеристики товара, и при этом из дома выходить не надо. В случае приобретения бытовой техники ее доставят на дом. Но что делать, если товар оказался обракованным или техника сломалась, а гарантийный срок не истек? Как отремонтировать или вернуть товар, купленный на маркетплейсе, расскажем в сюжете. Любовь Виханова часто покупает товары в маркетплейсах. В основном одежду и косметику. Но в августе прошлого года решилась на покупку техники онлайн. Приобрела парогенератор. Товар пришел исправным, с документами и гарантийным талоном. Одежду отпаривал хорошо. Любовь была очень довольна. Все было нормально, пользовался я им. Меня все устраивало. Но буквально неделю назад, очередной раз, когда стала его использовать, в конце глажения он начал стрелять, искры какие-то, и пошел дым. И все, и он у меня испортился. В данном случае я не знаю, как из этой ситуации выходить, потому что я, в общем-то, не очень сведущая в таких вопросах, куда мне обращаться, и что мне, мои дальнейшие какие действия. Когда покупаешь в магазине, чек сохраняется, гарантийный талон у тебя на руках. И ты знаешь, куда идти, и какие, в общем-то, действия предпринимать. А сейчас я просто в растерянности. Я не знаю. По словам экспертов, закон о защите прав потребителей распространяется и на покупке в интернете. В случае поломки или неисправности техники, ее можно сдать в ремонт или вернуть деньги. В первую очередь нужно разобраться, кто является продавцом товара. Раньше им нередко выступала сама интернет-площадка. Сейчас все чаще она является лишь посредником. На сегодняшний день это немного тоже осталось. То есть некоторые товары у них есть вот собственные, и они их просто продают. В этом случае он является обычным продавцом, и, следовательно, они просто такой же продавец, как будто мы купили в магазине. Если маркетплейс всего лишь посредник, фактически он отвечает только за качество информации о товаре, которую он предоставляет потребителю. Она должна быть достоверной и полной. А претензию нужно направлять продавцу товара. Узнать, кто является продавцом, несложно. Для этого в приложении маркетплейса нужно найти раздел «Заказы» и отыскать товар. Маркетплейс выставляет информацию о том, кто является продавцом этого товара. Соответственно, при необходимости покупатель может эту информацию получить как от маркетплейса. Ну, собственно, у него в заказе уже эта информация будет. Если чего-то не хватает, ему необходимо будет получить эту информацию в более расширенном формате, он может сделать запрос, ему эту информацию обязан предоставить, и никогда проблем не изникает, предоставляет. Помимо информации о продавце, в разделе «Заказы» хранится электронный чек, а также адреса сервисных центров. Если в вашем городе есть сервисный центр фирмы-производителя вашего товара, нужно распечатать чек и отнести его вместе со сломанным товаром туда. Если сервисный центр находится в другом городе, придется понести почтовые расходы на отправку сломанного товара. Фактически это происходит так же, как в обычном магазине. Мы же сами идем в магазин, то есть мы товар несем в магазин, за ним никто не приезжает. И здесь точно так, фактически изначально он вынужден будет понести эти расходы самостоятельно. Если продавец, опять же таки, это закон о защите прав потребителя предусмотрено, может проводить экспертизу товара, и там, если уже установят, кто виноват в самом потребителе, или это действительно заводской брак. Если будет установлено, что да, это не вина потребителя, это какой-то гарантийный случай, то, в принципе, потребитель может предъявить и вот эти вот расходы на пересылку этого товара, но и какие-то сопутствующие расходы он в последующем может взыскать. Любови Вихановой повезло, к услугам почты прибегать не придется. Сервисный центр фирмы-производителя парогенератора в Самаре есть. После того, как она сдаст туда технику, будет произведена экспертиза, и парогенератор либо отремонтирует, либо вернут деньги. По закону на принятие решения отводится 45 дней. Виктория Шары, Николай Епифанов, Константин Головин. События. В Самаре отметили чувашский праздник окончания полевых работ Акатуй. В Доме дружбы народов собрались чуваши, которые проживают в разных городах и поселках Самарского региона. Активистов наградили дипломами за активную работу и вклад в развитие национальной культуры. Мы побывали на празднике и расскажем подробности. Свадьба плуга и земли – так говорят чуваши о своем народном празднике. Акатуй издавна прославляет трудолюбие и объединяет людей, которые всю весну работали в полях, а теперь собрались вместе, чтобы отметить окончание сева. В том, что мы сохраняем вот эту любовь к родине, да, сохраняется, ну как сказать, дыхание земли, то, что мы живем на земле, то, что мы чувашисеятели, хлебопашцы, там скотоводы. Потому как мы вот собираемся целыми диаспорами объединения наших ансамблей, конечно, это очень важно, потому что в каждом из нас, мы все родом из детства, на каком языке разговаривали родители, разговаривала мама, это остается в душе, это очень важно. Сохранить родной язык и культуру, передать традиции молодому поколению – все это можно сделать благодаря таким народным праздникам. Чуваши обязательно наряжаются в национальные костюмы, надевают головные уборы, украшенные монетами хушку, пекут и угощают друг друга национальным блюдом-курником, а по-чувашски – хуплу, и, конечно, танцуют и поют. В Доме Дружбы Народов на праздник Акатуй собрались Чуваши со всего Самарского региона. Активистов Чувашских национальных центров наградили за работу по сохранению культуры. Значение подобного рода праздников трудно переоценить. Они призваны объединять людей, которые проживают в разных городах, поселках, деревнях и селах нашей области. И география сегодняшнего праздника снова неизменна. Как это происходит из года в год, впечатляет. И поэтому мне очень приятно выполнить поручение главы городского округа Самара и наградить наградами главы города тех людей, которые своим неравнодушием, теплотой своей души сохраняют родную культуру, с тем, чтобы передать ее будущим поколениям. Завершился праздник концертной программой. Номера подготовили все чувашские национальные центры региона. Веси, великие годы, Поля духа сеет, живет и волнеет. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. В Самаре прошел пасхальный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг». В нем приняли участие дети и подростки с особенностями, которые занимаются в творческих коллективах. Они представили зрителям свои таланты. Подробности далее. Около 120 детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в пасхальном фестивале «Солнечный круг», который прошел в Самаре. Это дети и подростки с ментальными нарушениями, с нарушениями слуха и зрения, с ДЦП. Они занимаются в творческих коллективах и на концерте представили свои таланты публики. Анастасия Чернышева приготовила танец. Танцы. Танцы долго учила? Долго. Волнуешься перед тем, как выйти на сцену? Нет. Пасхальный фестиваль «Солнечный круг» проходит в Самаре в шестой раз. По мнению организаторов, такие мероприятия помогают преодолеть предубеждения, которые до сих пор сохраняются в обществе. Я не сестиваю своего ребенка, я хожу с ней везде. И вижу, в общем-то, взгляды. Я вижу нерастворенность этой ситуации еще в обществе. Что такое инклюзия? Инклюзия не только в творчестве таких мероприятий, а инклюзия, когда ребенок едет в общество, и взрослый человек в том числе, способен ехать в общественном транспорте, участвовать в культурных и других мероприятиях. Просто ходить по улице, ну и чтобы, знаете, как-то не быть источником дополнительного такого интереса. Перед концертом ребята смогли принять участие в мастер-классах. Мы приглашаем педагогов с доп. образования Центра Искры. И они приходят уже с заготовочками, делают для ребят поделки, и они уходят довольны и радостны. Еще у нас проводится акция «Дети детям», когда тоже дети своими руками делают подарки, открытки пасхальные. И мы дарим детям. Это из рук в руки передаем акция. Лауреаты фестиваля получили дипломы и подарки, а также вкусные презенты и пасхальные куличи. Виктория Шарая, Валерий Майоров, события. В Самаре определили победителей городского этапа детского футбольного турнира «Кожаный мяч». Соревнования уже почти 50 лет дают возможность школьникам проявить себя и показать таланты, и получить немного славы на футбольных полях. Что теперь ждет лучшие команды города, расскажем в следующем сюжете. Руслан Валиулин незаметен на фоне своих сокомандников из Ленинского района. А вот на поле его не заметить сложно. Он четко исполнял оборонительные обязанности, за что и получил награду лучшего защитника. И помог своей команде стать лучшей в городе. Теперь ребята уже думают над планом тренировок для того, чтобы удивить своих следующих соперников. Может, будет больше тренировок, настрой будет боевой тоже. Еще лучше будем играть. Турнир «Кожаный мяч» в Самаре разыграли в двух группах. Лига юных футболистов, где играют воспитанники секции профессиональных клубов. А также школьная лига в двух возрастных категориях. Среди девочек и среди парней. На городском этапе сошлись победители районных игр. Соревнования помогают школьникам, не участвующим в турнирах на профессиональном уровне, проявить и показать себя, и получить возможность развивать свои таланты. Не все дети занимаются в спортивных школах, не все имеют возможность проходить этапы спортивной подготовки. А такие соревнования, они дают возможность проявить себя. Есть немало примеров, когда из турнира «Кожаный мяч» вырастали знаменитые футболисты. Например, Федор Черенков, наш прославленный советский футболист. Победители городского этапа будут защищать честь Самары на областных соревнованиях. А тот, кто станет сильнейшей командой уже региона, будет играть со сверстниками со всей России. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина в телеграм-канале сообщает, что парк Щерса, сквер экономистов и территория по Зубчининовскому шоссе стали лидерами всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. В пользу данных пространств большинство самарцев сделали свой выбор. А уже сейчас по НАСПроекту «Жилье и городская среда» преображаются три территории лидера голосования прошлого года. Бульвар по улице Чернореченской, третьи этапы парков Молодежный и Воронежские озера. Администрация железнодорожного района напоминает об опасности неформальной занятости, получая более высокую зарплату в конверте, люди забывают, что теряют гораздо больше. Трудовой кодекс Российской Федерации определил обязанность работодателей в оформлении трудовых отношений с работником при приеме на работу путем заключения трудового договора. Если его не заключить, работник остается без всех социальных гарантий, не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, поскольку он исключается из сферы действия закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве, лишается гарантированного минимального размера оплаты труда. Родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата, напоминая Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова